В этой серии выпусков мы обсуждаем истинные приоритеты жизни в Царстве Божьем. Сегодня вторая программа «Приоритет Бога». Напомню, недавно Питер в своей проповеди рассказал о личных приоритетах, следуя которым можно сделать свою жизнь значимой, оставить след в истории. Итак, три приоритета Питера — расширять и укреплять Царство Божие, оставить грешную жизнь позади, следовать за Богом в своем перерождении. В своем послании Питер озвучил важную идею. Царство Небесное находится внутри нас. Мы живем и развиваемся в этом Царстве, ибо мы — возрожденные христиане. Мы — послы Его Царства здесь, на земле. Иисус и Сам говорит об этом в Евангелии от Луки. 17 глава, 20 и 21 стихи. «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутри вас есть». И как мы знаем, это Царство состоит из трех важных элементов. Вы только представьте себе, Царство Божие наполнено справедливостью, миром и радостью, силой Святого Духа. И если мы живем и развиваемся в этом Царстве, то точно знаем, чувствуем всем сердцем, что мы дети Божьи. Что мы праведны силой и верой своей. Что мы более не грешники. И что живем в благодати. Это Царство надежды. Царство жизни. Царство, которое будет существовать вечно. Поэтому сегодня, говоря об истинно важных вещах, о приоритетах Отца Небесного, мы увидим, что в Библии красной нитью проходит одна мысль. Это и есть важнейший приоритет Бога и Сына Его, Иисуса Христа. Находить людей, которые еще не живут и не развиваются в Его Царстве. Повсюду в Библии мы видим, что Иисус волнуется за таких людей. И особенно за тех, кто еще не вошел, а в Его Царство. Богу нужно лишь одно. Привести как можно больше людей к свету. Дать им почувствовать и увидеть своими глазами, как это прекрасно, быть частью Царства Божьего. Царство, дарующего жизнь, Царство, дающего надежду. Царство, наполняющего радостью и приносящего мир. Имя Царя в этом Царстве – Иисус Христос. Это единственное имя, стоящее над всеми остальными. Вот всем известное место в Библии Евангелие от Иоанна 3 глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вместо слова «мир» вы можете подставить свое имя, собственное имя. «Ибо так возлюбил Бог тебя, что отдал Сына Своего Единородного, дабы ты, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И наш Бог желает, чтобы никто не погиб». Приоритет номер один Иисуса Христа и Царства Божьего звучит вот так. Никто не должен погибнуть. И сегодня я вновь ставлю этот приоритет превыше всего в моей жизни, вашей жизни, в нашей жизни. Ведь если это важнейшее дело Христа, то и для нас это главнее всего. По крайней мере, так должно быть. Ведь Он — наш Царь, а мы следуем за Ним. И, возможно, каждый из нас что-то терял в этой жизни. Ну, разве нет? Например, мобильный телефон, велосипед или школьный портфель. А может, и кошелек. Пару недель назад мой сын вернулся из школы и вдруг воскликнул. «Я потерял портфель». Он понял, что потерял его только когда пришел домой. «Я потерял портфель». Помчался на вокзал на велосипеде. По дороге не нашел. На вокзале тоже нет. Скорее всего, забыл в поезде. «Нет, не может быть! Я не мог забыть его в поезде!» Потом он как-то узнал, что действительно оставил портфель в поезде. Сильно расстроился. Был опечален. Даже злился. Ведь в портфеле были конспекты за целый учебный год. Он сильно огорчился. Звонил. Искал. Связывался с бюро находок. Четыре дня прошло на портфеле, так и не нашли. Лишь на пятый день ему сообщили из бюро, что портфель найден. И из портфеля ничего не пропало. Кошелек, какие-то карточки, бумаги. Все было на месте. Он очень сильно обрадовался. Так почему же он был так счастлив? Потому что вернул портфель? Нет, он был рад, что ему вернулось что-то, что он потерял. Потери и возврат чего-то. Прилив радости от находки своих же вещей. В тот момент мы радуемся не самой вещи, ведь мы и так ей владели. Мы радуемся самому факту обретения утраченного. Точно так же обстоят дела и с нашим Отцом Небесным, нашим Богом. Иисус частенько рассказывал притчи. Так он простым рассказом мог донести до человека значимое глубокое послание. И максимально понятно разъяснить всеважную мысль, обратив ее в житейский рассказ. Давайте прочитаем одну притчу, которая составлена из трех небольших рассказов. Это всего несколько стихов из Библии, но в них сразу три истории. Можно даже назвать эту притчу триптихом. Так называют картину, состоящую из трех полотен. Итак, наша притча — это словесный триптих. Приоритеты Бога в этой притче раскрываются как нельзя лучше. В каждой части нашей притчи кто-то что-то теряет, но затем вновь находит. Обратимся к Писанию. И заметьте, каждый раз, когда кто-то вновь обретает утраченное, это целый праздник. Все радуются. В каждой истории мы увидим это. И тот, кто что-то вновь нашел, говорит остальным. Возрадуйтесь. Я нашел то, что потерял. Ну а теперь прочитаем Евангелие от Луки, 15 глава. Эту притчу Иисус рассказывает книжникам, религиозным людям, которые спорили с Иисусом и были недовольны, ибо Он проводил время в кругу мытарей и грешников. Более того, Он разделил с ними трапезу, сел с ними за один стол. И тогда Иисус начал свой рассказ, притча о потерянной овце. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава. Тут сказано, кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи своей с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со Мною, я нашел Мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Этой притчей Иисус поясняет Своим слушателям, что Он обеспокоен судьбой каждого из тех, кто грешит, что Он готов оставить девяносто девять праведников, рискуя потерять их, чтобы отправиться на поиски одной заблудшей овцы. Ведь каждому известно, что овца, которая не вернется к стаду, останется одна в поле и погибнет. Эту овцу разорвут на части дикие животные. Давайте также заглянем в Евангелие от Иоанна, 10 главу, с 9 по 11 стих. Здесь Иисус говорит следующее. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». «И войдет, и выйдет, и пожить найдет». «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». «Я есмь пастырь добрый». «Пастырь добрый полагает жизнь свою зависть». Рассказ об овце открывает нам сердце нашего Отца Небесного. Мы видим, что Он уделяет время и внимание каждому, кто еще скован грехом. «Кто еще не познал свободы Царства Божьего». Именно об этом Его притча. Иисус продолжает говорить. Смотрим там же, в Евангелии от Луки, 15 главе. Это уже притча о потерянной монете. Или какая женщина имеет 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и скачать тщательно. Пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною». Вот, снова прилив радости. «Я нашла потерянную драхму». Так говорю вам. Бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся. У этой женщины было 10 драхм, и вполне возможно, что это было ее преданное. То есть для нее эти драхмы были крайне важны. Число 10 означает совершенство, целостность. В те времена женщины на свадьбе носили вокруг головы украшения из монет. Та самая пропавшая монета была потерянным звеном в ее ожерелье. Она тщательно искала монету до тех пор, пока не нашла ее. Этот рассказ похож на первый. Кто-то что-то теряет, обретает вновь и радуется. Главное отличие от рассказа про овцу в том, что пастух отправился на поиски заблудившейся овцы, а в рассказе про монету женщина сама что-то потеряла. И приступила к поиску. Она зажгла свечи. Навела порядок во всем доме. И все это ради одного единственного предмета, который потерялся. То есть, жизненная ситуация может быть какой угодно. Вы можете заблудиться, словно овца, или же потерять что-либо в собственном доме. Женщина искала. И Библия говорит нам, кто ищет, тот найдет. Вот в чем истина. Иисус продолжает свою притчу. Рассказ о потерянном сыне мы смотрим там же, в 15 главе, с 11 по 24 стих. Все эти три рассказа есть цельная притча. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне, следующее мне, часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Так сын надолго покинул свой дом, забыв о родном отце. Он пустил на ветер все состояние, что ему дал отец, ведя грешную жизнь. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня, число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного целенка, и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Вот они, три рассказа, в которых Бог ищет то, что потеряно, и полнится сердце радостью, когда утерянное вновь найденное. Люди, которые еще не живут в его царстве, потеряны. У них нет Бога. Это люди, живущие без Христа. Подобные притчи показывают нам, что люди по различным причинам ведут жизнь без Бога, за пределами его царства. Это три небольших рассказа, которые расположились в центре Евангелия. Они раскрывают нам сердце Господа. Мы живем в мире, где люди потеряли связь с первоисточником. В мире, где люди запутались, потерялись, и крайне нуждаются в спасении. Давайте же сконцентрируемся на высшей цели, на нашей важнейшей миссии — приобщать людей к Богу. Сначала самое важное, ведь для Иисуса это имеет первостепенное значение. В Евангелии от Марка, в 16 главе, и Питер в своей проповеди это упоминал, Иисус обращается к апостолам незадолго до Вознесения. Это очень важный момент. Когда обращаясь к своим ученикам, он говорит, «Идите по всему миру и проповедуется Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». Очевидно, первоочередным делом Христа было донести до всех народов благую весть Царства Божьего, Евангелия. То были его последние слова перед тем, как он вознесся на небо. Именно по этой причине мы, как преодолители, взяли за основу следующую ценность. Вы можете найти это важное послание и у нас на сайте. Наше главное стремление в том, чтобы Царство Божие открылось каждому человеку силой Святого Духа, открылось каждой семье, родным и близким, каждой деревне, каждому городу и каждой стране, каждому континенту и всему миру. Ибо Царство Божие справедливо наполнено миром и радостью. И мы дарим все это каждому. Итак, чтобы привести к Богу своих друзей и близких, не требуется быть многословным, ибо сказано в Библии, а это первое послание к Коринфянам, 4 глава, 20 стих. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе, а внутри нас сила Святого Духа. Он движет нами. Куда бы мы ни пришли, где бы ни находились, мы послы Его Царства. Так давайте сегодня раз и навсегда поставим перед собой приоритетную цель привести своих близких, живущих за пределами Его Царства, в Царство Света. Туда, где есть жизнь и царит мир. Туда, где радостно и где есть справедливость, и где жизнь длится вечным, ибо это Царство Небесное. Давайте мы дадим Святому Духу наполнить нас, освободим в наших сердцах место тем, кто все еще живет за пределами Царства Божьего. Ведь у Господа всегда есть достаточно места и вдоволь времени для таких людей. Он даже ел с ними за одним столом. Он дружил с ними и делал это с единственной целью донести до заблудших благую весть Отца Небесного. Поэтому сегодня, говоря об истинно важных вещах, о приоритетах Отца Небесного, мы видим, что в Библии красной нитью проходит одна только мысль. Это и есть важнейший приоритет Бога и Сына Его и Иисуса Христа. Находить людей, которые еще не живут и не развиваются в Его Царство. Повсюду в Библии мы видим, что Иисус волнуется за таких людей и особенно за тех, кто еще не вошел в Его Царство. Богу нужно лишь одно — привести как можно больше людей к свету, дать им почувствовать и увидеть своими глазами, как это прекрасно быть счастью Царства Божьего, Царства, дарующего жизнь, Царства, дающего надежду, Царства, наполняющего радостью и приносящего мир. Имя Царя в этом Царстве — Иисус Христос. Это единственное имя, стоящее надо всеми остальными именами в мире. Господи, этим утром мы благодарим Тебя за то, что Ты вновь позволил нам приобщиться к Твоему промыслу, познать стремление Твоего сердца. Благодарим за то, что Твой приоритет — это люди, все еще живущие за пределами Царства Божьего. Отец, этим утром именем Христа мы возвещаем, что Твое царство справедливости, мира и радости откроются силой Святого Духа каждому человеку и каждой семье, их родным и близким людям, каждой деревне и каждому городу. И все люди в этой стране узнают, что Ты наш Царь и увидят Царство Небесное и унаследуют Его. Мы произносим эту молитву именем Иисуса Христа да пребудет справедливость, мир и радость с нашими родными и с нашими врагами, соседями, коллегами, с этой страной, со всей Европой, с нашим правительством. Господи, да пребудет Царствие Твое и да откроется этому континенту и всему миру именем Иисуса Христа Его милость и благодать. Мы молимся Тебе. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»